Как-то я не очень выгляжу с этим ракурсом, но да ладно, мы уже с вами люди не чужие, почти родные, видимся каждый день. Вот чем вы отличаетесь от моей семьи? Ничем. Вы тоже меня видите каждый день, я вам рассказываю всю свою жизнь и так далее. Поэтому ничего страшного, если вы увидите меня не в лучшем виде. Все нормально. Здесь у меня дозатор испортился, я вам уже говорила. Тональный от NYX. Ну так себе, знаете, не вау. Не могу сказать, что я прям в восторге. Просто купила и теперь как бы надо пользоваться. Не выбрасывать же добро, поэтому пользуюсь. Куда я наряжаюсь? Я иду наконец-то записываться в автошколу. Буду такая автоледи. Нашла одну школу. Правда, она далековато от меня находится. Группа, к сожалению, не женская. То есть там и парни, и девушки. Хотя я хотела, если честно, женскую группу, чтобы была девушка, инструктор была. Но, к сожалению, такую я не нашла. Нашла, но очень далеко от моего дома. Мне просто туда ехать час и возвращаться тот же час. А если такси брать, это будет достаточно дорого. Поэтому я решила все-таки выбрать группу, где и парни, и девушки. Вроде как неплохое место. Правда, у меня никто из знакомых туда не ходил. Обычно люди идут по рекомендации. Последний, кто получал права из наших знакомых, обучался индивидуально. На русском языке. Поэтому, к сожалению, поинтересоваться тоже мне не у кого. Обучение стоит, получается, 100 монат. Это 5000 за месяц. И в это входит 5 уроков. И это только теория. Если ты хочешь еще и практику, то один урок стоит 20 монат, получается. Один урок это час. Сначала тебя учат просто водить на полигоне. Затем уже переходят в город. И там что хорошо. Машина у инструктора тоже с рулем. Или с тормозом. Ну, в общем, если ты что-то сделаешь не так, это все может исправить инструктор. А для меня это очень важно, потому что я очень волнуюсь. Я боюсь куда-то врезаться. И это мне добавляет уверенности. Я решила, что права я буду получать сама. Обязательно. Без никаких там «но». Буду 10 раз ходить на экзамен, значит, 10 раз. Но должна получить сама. Потому что все равно эти знания мне понадобятся в практике. По-любому я это все должна буду учить. Так зачем платить лишние деньги? И покупать права, если можно сдать самой. Больше всего, на самом деле, меня подтолкнуло к этому шагу последняя моя поездка в деревню. В деревне особенно неудобно передвигаться на такси. Просто потому, что там нету службы такси. Тебе надо среди соседей находить человека, который сейчас свободен. Лучше всего иметь собственную машину. Пусть даже это будет чуточку подороже, но будет своя машина. Я уже остановилась на Ford Fusion. Вот так вот выглядит этот автомобиль. Он мне очень нравится. Я хочу с белым салоном. Или хотя бы с кремовым. Ни в коем случае не хочу черный салон. Но до машины еще есть, на самом деле. Потому что у меня сейчас суммы всей, конечно, нету. Я только закончила ремонт. Откуда у меня... Вот. Но надеюсь, что мне подфартит. Дела пойдут хорошо. Я куплю. Хотя бы вопрос с правами нужно решить до Нового года. А после Нового года хотя бы взять машину. Потому что я даже не надеюсь, что с первой попытки я сдам на права. Поэтому так ориентировочно, я думаю, что нету смысла покупать машину, если у тебя нету прав. Сначала нужно решить вопрос с правами. Затем уже потихоньку учиться водить, сдать на права. И уже купить себе автомобиль. И такая чувиха ехать на своем. В общем, посмотрите, у меня совсем чуток осталось. Румяшек. Это от Golden Rose. Скоро тоже пойдут пустые баночки. Может кто-то из вас подумает, что я специально как-то крошу их. На самом деле нет. Максимально честно. Даже вот то, что я нанесла на кисточку, я не стряхиваю. То есть я в этом деле перфекционист. Мне надо косметику закончить реально честно. То есть не то, что для вас, чтобы сделать отчет. А просто потому, что мне самой нравится эта затея. Вот так вот наношу слегка. Как же я кайфую от того, что у меня нету прыщей. Мы вот ездили к тете, к моей. И вот у нее внучка, мне двоюродная сестра рассказывает, что у нее тоже прыщи. Айка, вот чем ты спасалась? Как ты решила эту проблему? Я ей сразу сказала, знаешь, я не могу рекомендовать этот препарат. Потому что непонятно, как отреагирует ее организм. Мой организм нормально отреагировал, перенес все. Я себя замечательно чувствовала и в этот период, и сейчас. И прыщи у меня не появляются обратно. То есть проблема не возвращается. Хотя бы пока что. Вот. Ей как бы порекомендовать я не смогла, потому что ей всего 17 лет. Это переходной возраст. И по идее это нормально, что в таком возрасте у нее появляются прыщи. И сыпь, я ей говорю, самое главное, не давить прыщи. Ни в коем случае. Вот. Обязательно. Дальше у нас хайлайтер. Посмотрите, тоже заканчивается. Ура! Айка, молодец. Заканчивается. Все. Как только вот эти средства, наверное, закончатся, я вам уже сниму пустые баночки за год. Потому что дальше уже, взяв новый хайлайтер, понятное дело, что он уже за эти месяцы не закончится. Я так хочу зиму, зимушку. Мне так надоело эта жара, на самом деле. Особенно последние где-то 4 дня невозможно выйти на улицу. Такая жара стоит ужасная просто. Так. Нормально, по-моему. Нормалек! Пойдет! Я решила взять 4 своей помады и сделать вот такой вот оттенок. У меня была помада от Revolution, от Bourjois, от NYX. Короче, я вам потом покажу. И я их всех, короче, получается, сломала, вытащила под корень. Засунула в такую вот железную упаковку. И эту железную упаковку поместила на газ. Все помады у меня расплавились. И получился обалденно крутой вот такой оттенок. Если у вас есть помады, которые, например, неносибельных оттенков, я вам рекомендую переплавить их в один цвет, который вам нравится. Как вы делаете? Если вы добавляете, например, светлую помаду, смотрите на оттенок. Как-то светловато. Добавляете чуть-чуть красный. Потом еще чуть-чуть красный. И добиваете того оттенка, который нравится вам. У меня получился обалденный цвет, которым я буду пользоваться. И здесь у меня 4 помады в стике. Буду теперь кисточкой наносить. Не знаю, как вам, но мне помада очень нравится. Это как раз тот оттенок, который я хотела получить в итоге. И такой лайфхак вам. Если у вас есть помады, оттенки которых вас не устраивают, слишком светлые или слишком темные, просто возьмите и расплавьте их вместе в какой-то железной упаковочке. И вот получится идеальный оттенок, которым реально можно пользоваться. Сходила я уже в автошколу и уже пришла домой. Все оказалось намного сложнее, чем мне кажется. Но подробностей я сейчас не буду рассказывать, дабы не рассказывать одно и то же и в мукбанках, и во влогах. Как раз сейчас хочу сесть снимать видео и расскажу в подробностях вам, что меня устроило, что устроило меньше. Но в любом случае любое дело требует вложения каких-то усилий. Поэтому надо над этим работать, надо учить. А для меня это сейчас сложно, кажется. Но потихоньку все получится, я в это верю. Решила немного прибраться в квартире. Много всего у меня боляется. Да и вообще после приезда куча пыли дома. Надо хорошенько помыть полы. А еще, вы наверное не помните, но я хотела собирать парик. Увидела лайфхак в тиктоке и просто загорелась этим. И вот сейчас как раз собираю свои волосы с расчески. Правда много времени уходит на это. Я время от времени забрасываю, потом опять начинаю этим заниматься. Но парик получается неплохой. Обязательно вам покажу в конце, что у меня получилось. И вам советую. Кто-то покупает волосы. Зачем, если у нас с головы столько волос каждый день выпадает. И причем абсолютно бесплатно. Собирай не хочу. Особенно если у вас длинные волосы. Показываю для тех, кто пропустил мои предыдущие влоги. Где я показывала, как я из волос, которые у меня выпадают и остаются на расческе. Решила делать себе парик, так скажем. Не знаю, что именно будет. Возможно, сделаю на заколках волосы. В общем, одно время я начала. Потом подзабила на эту идею. Сейчас опять начала. В общем, если постоянно собирать волосы, которые у вас выпадают. То мне кажется, в течение 2-3 месяцев можно уже собрать грамм, наверное, 150 точно. Вот. Я это делаю нестабильно. Поэтому у меня очень медленно все это двигается. Но я продолжаю этим заниматься. Идею, кстати, я нашла в ТикТоке. Там одна девочка собрала кучу просто волос. Я тогда решила тоже сделать. Теперь квартиру мне придется убирать гораздо чаще, чем я это делала раньше. Потому что ко мне будет приходить учительница. И с одной стороны, это хорошо. Это будет меня дисциплинировать. Убирать за собой все вещи, которые постоянно у меня валяются. Вообще, даже дело не в уборке. Убираться-то я умею соблюдать порядок. Вот это точно нет. Посмотрите на Твиксика. Вот не прекрасна ли жизнь? Просто лежит, ест, потом опять лежит. Мне бы тоже хотелось такую жизнь нифига не делать. И просто быть счастливым. Дальше мы переходим на кухню. Здесь тоже куча дел. По идее, особого такого срача у меня нет. Я параллельно еще, кстати, смотрю Дом 2. Точнее, не смотрю, а слушаю. Раньше я любила такие передачи, как мужское и женское. Там, пусть говорят, интервью всякие. Но в последнее время мне надоело это все смотреть. В мужское и женское мне очень не нравятся Гордон и Барановская. Которые постоянно оскорбляют своих героев, так скажем. Сами зовут же и оскорбляют, отправляют домой. Забывая о том моменте, что именно на таких историях, на таких жестких историях, так скажем, делается передача. Из этого формируется зарплата их. То есть слишком уж они грубо отзываются. Это меня очень сильно отталкивает. Вообще, в любом случае, у нас с вами вкусы меняются. Возможно, сейчас вы смотрите меня. Через года три вам даже не будет интересно, чем я занимаюсь. Как я провожу свой день. Поэтому это нормально, абсолютно. И я ни на кого не буду обижаться, если вы через 3-4 года перестанете меня смотреть. А больше всего в этом кадре меня раздражает плинтус, который почти черный. И вы знаете, его отмыть невозможно. И он даже не грязный. Просто потемнела резина, которая скрепляет капель и столешницу. В моей квартире, кстати, пока что такого нет. И боюсь, что так будет. На этом я уже буду с вами прощаться. Мне безумно приятно, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться. Если хотите больше видео про упорку мотивационных моментов, то обязательно пишите в комментариях.